Не за горами осень и в Балакове завершается подготовка к предстоящему отопительному сезону. В этом году саратовский филиал Пауты Плюс провёл масштабные работы по реконструкции двух магистральных теплотрасс. Одна из них на улице Тернавская, где завершается уже третий этап ремонтных работ. За два предыдущих года здесь заменили трубопроводы вдоль двух микрорайонов, начиная с пересечения Тернавской с улицы 30 лет Победы и заканчивая проспектом Героев. В этом году тепловихи шагнули за бульвар Рос. На данный момент здесь провели заключительный этап реконструкции. Установлено всё асфальт-бетонное покрытие, останавливаются все дорожки, останавливаются подходы к магазинам, парикмахерским и так далее. На сегодняшний день мы завершаем врезку вновь смонтированного трубопровода существующей. Параллельно будут демонтироваться временные трубопроводы, которые проложены для обеспечения горячего снабжения в жительный период реконструкции. Ну и вкратце скажу, что 670 метров в этом году по каналу переложено на данном участке. Четвёртый этап – это завершение до конца 7-го микрорайона, намечен на следующий год. Проект готов, финансирование выделено. Кроме этого, теплоэнергетики заменили 400 метров магистральной теплотрассы по улице Свердлова. Здесь подрядная организация заканчивает монтажные работы и ведёт обратную засыпку канала теплотрассы. «Всё совершенно по новым технологиям. Там работы в стадии завершения должны будут завершиться до конца августа. Благоустройство после этих работ будет выполнено в полном объёме. И так как там в прошлом году по программе благоустройства города было выполнено по дворах около 8-го степа, мы восстановим всё в прежнем состоянии». На реконструкцию этих двух важнейших теплотрасс было направлено порядка 50 миллионов рублей. При модернизации инфраструктуры использован трубопровод повышенной износостойкости с увеличенным сроком службы. Он оснащён системой оперативного дистанционного контроля. Аналогичную модернизацию с использованием современных технологий и материалов саратовский филиал Паута Плюс планируют провести и в отношении внутриквартальных сетей Балакова, которые принадлежат муниципалитету. «К сожалению, очень много повреждений на внутриквартальных сетях. Продолжаем сейчас устранение. По результатам гидравлики у нас выявлено общее количество повреждений порядка 200. Сейчас на данный момент устраняется 24 повреждения». Трубопроводы находятся в изношенном состоянии и нуждаются в полной реконструкции. Провести её можно через заключение концессионного соглашения, которое позволит привлечь на эту цель около 4 миллиардов рублей. Саратовский филиал Т-Плюс уже подготовил инвестиционную программу. Идёт активный процесс её совместного рассмотрения с администрацией. При заключении концессионного соглашения будут полностью реконструированы внутриквартальные сети, центральные тепловые пункты, групповые бойлеры, проложенные циркуляционные линии горячей воды. Также это даст возможность синхронизировать замену коммуникаций и благоустройство дворовых территорий. «В рамках текущих ремонтов, конечно, стараемся как можно больше заменить участков трубопроводов. Для примера, могу сказать, по Саратовскому шоссе от 57-го ЦТП повреждения было. По горячей воде, но когда начали скрывать, так проследились и приняли решение заменить полностью и подачу горячей воды, и обратный трубопровод, и центральное отопление, и подачу обратных, чтобы больше не заходить в этот двор и, видимо, не скрывать, опять же, не ломать эти устройства, ничего». Кроме этого, теплоэнергетики проводят и другие мероприятия, которые позволят нашему городу спокойно пройти предстоящий отопительный сезон. Так, к примеру, на пяти ЦТП установили новые пластинчатые теплообменники, а также устанавливаются приборы учёта на ЦТП и групповых бойлерах. «286 точек с приборами учёта в этом году устанавливается. Сегодня монтируется последняя, после этого будет пусконаладка. Это уже сентябрь месяц. Что нам это позволяет? Мы теперь видим абсолютно все расходы на ЦТП, контролируем температуру горячей воды, температуру теплоносителя. То есть всё выведено на пульт начальника смены тепловой сети. Если мы видим, что снижается температура горячей воды в каком-то из домов, то есть мы понимаем, что есть проблема, смотрим дальше параметры, возможно где-то повреждения, возможно где-то управляющие компании чем-то занимать. Но теперь мы можем ответить жителям за качество, по какой причине отсутствует горячее водоснабжение». Теплоэнергетики отмечают, что никаких проблем в подготовке к отопительному сезону у них не возникает. Работа ведётся планомерно, слабые места на теплосетях устраняются вовремя. Поэтому подача тепла в Балаковские дома начнётся согласно графику.